итак в этом видео уроке добавим персонажа к нашему фону я уже все символы нарисовал ноги с первого урока руки четыре положения чтобы можно в принципе и одно положение рук использую я вот в этом уроке решил использовать четыре разных положения итак персонажа мы сделаем внутри фрагмента ролика то есть а потом его поставим просто на сцену у нас так как у нас именно он движется то есть панорама движется персонаж топчется на месте собирать буду без вспомогательной шкалы все делать на глаз итак плетаем или нажимаем F8 создаем в общем пустой ключевой пустой фрагмент ролика окей так линию такую сумму и по одной линии мы будем ноги чтобы на одном уровне были а по второй линии чтобы спинатнуть так быстренько собираем персонажа маленько увеличу чтобы лучше видеть так создаем еще три слоя для здесь у нас логи здесь у нас будет левая рука здесь у нас будет тело и на последнем правая рука итак выносим тело примерно так если что потом поправим так правая рука у нас с правой ногой итак значит правая рука должна быть сзади это R1 вот примерно так и левая рука создаст наоборот впереди поскольку у нога левая сзади как это R4 так мы сразу эту линию спине подоставим вот так по ней будем ориентироваться то есть сохранять персонажа вот по этой линии конечно можно маленький двигать вперед-назад чтобы такая вот ходьба получалась итак создаем новые ключи ключевые кадры кликаем 4 F7 пустой ключевой кадр F7 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 так ноги включаю палькирование чтобы видеть персонажа правая нога у нас опускается так упорядочим правой ногой мыши упорядочить переместить назад выносим тело ну и руки соответственно так левая рука правая рука у нас начинает опускаться это рука A2 примерно здесь а левую руку мы используем вот эту и сюда UDL главное нужно сюда вставить Ctrl V примерно так создаем следующие ключи F7 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 так снова ноги выносим правая нога у нас поднимается примерно так левая нога собирается шагом ночь то есть подгибается упорядочить переместить назад так далее выносим тело выделяем право с телом и выносим тело у нас вот это вот кстати сейчас произошел первый скачок далее правую руку это у нас так да R3 и немного повернем вперед ну а левую руку я выносить не буду она как раз сейчас опустилась она находится вот в таком положении опс Ctrl Z то есть ее не видно ее можно и не выносить ну далее собственно просто продлим ноги в 5 скопируем выделяем Ctrl правой кнопкой мыши копируем кадры здесь их вставляем вставить кадры а теперь просто поменяем места ноги правой кнопкой мыши упорядочить переместить назад то же самое здесь упорядочить назад так цикл с ногами готов чуть-чуть тут что-то пододвинем что-то придвинем так тело F6 так здесь F6 так F6 второй подскок так можно маленько поэкспериментировать именно вот с движением персонажа вот от этой линии можно сделать вот эти вот пять шагов второй треть четвертый пятый шестой чтобы персонаж постепенно смещался вперед а на когда цикл проиграется на этом он становился назад то есть спина касалась вот этой линии в тему разу персонаж как бы вот такой вот по такой волне двигаться но сейчас мы наверное так и сделаем сейчас руки с первого расставим так здесь что здесь F5 здесь мы пропускаем руку здесь F7 так так рука качается вперед это у нас собственно вот эта рука выделяем ее ctrl c c а здесь а здесь ее вставляем так F7 ctrl v то есть вот таким образом так здесь у нас рука уходит назад то есть вот эту копируем ctrl c вставляем ее вот сюда ctrl v только перемещаем чтобы видеть где ключом вот таким образом так так f5 f5 далее снова рука назад опускается то есть вот это положение копируем ctrl c здесь вставляем f7 ctrl v все нормально здесь у нас рука ушла назад сейчас она снова вперед то есть здесь у нас снова пустой ключ f7 здесь здесь f7 здесь f5 что у нас вперед рука назад сейчас мы вставляем вот эту вот копируем выделяем ctrl c и сюда ее f7 вставляем так f5 здесь у нас вот эта рука ctrl c и сюда ее вставляем ctrl v f5 ну теперь подвинем персонажа по чуть-чуть будет у нас смещаться тут слишком сильно сместился выделяем его примерно так идем далее я даже поменьше чуть-чуть назад ну пойдет создаем новый слой перемещаем слой под персонажем назовем тень вырисовывать ничего не будем просто обычный вал возьмем вал отключим подводку цвет черный и нарисуем такую простую тень ну вот примерно так преобразуем в символ чтобы флеш однажды загрузил и все если она как вы уже знаете если это будет в каждом кадре формы каждую форму флеши будет подгружать соответственно ему будет тяжелее и нагружать будет сильнее поэтому для оптимизации мы преобразуем нашу тень в символ F8 пусть будет фрагмент роликов неважно можно графику фрагмент роликов ок установим прозрачность сразу выделяем тень и цветовой эффект альфа канал прозрачность ну примерно 70 мы как-то ставим если что то потом подправим ну теперь нужно размеры изменить шай примерно так F6 F6 и здесь F6 последний раз так ну вот собственно цикл персонажа мы сделали вот вот это вот есть полный сложный цикл ну это можно сказать что это самый простой из сложных циклов с двумя подскоками так возвращаемся на монтажный кадр где у нас тут сцена так включу сетку вот у нас сцена создаем новый слой здесь у нас будет персонаж наносим его вот эту сцена сетку уберу так еще один очень важный момент у нас нужно сейчас по шкале времени выставить такую длину вот сейчас кликну дважды у нас персонаж 18 кадров делает вот егошний цикл составляет 18 кадров если у нас допустим у нас там стол стоит это уже будет где-то будет прерыв то есть когда дойдет распроизводящая головка до 100 то здесь она где-то оборвет цикл и будет это будет очень заметно что пропущено несколько шагов чтобы этого не было поскольку у нас полный цикл составляет 18 кадров то например нам например например для начала мы попробуем продлить всю анимацию на главной шкале до 180 кадров если слишком быстро будет двигаться то еще сильнее продлим 180 здесь просто на слое с персонажем просто нажимаем F5 теперь протестируем Ctrl Enter так вот ну в принципе нормально персонаж быстро идет и соответственно примерно с той же скоростью движется фон все как бы смотрится прилично да вполне все нормально только еще один момент ну чтобы все получше выглядело получше именно цикл ходьбы персонажа чтобы маленько лучше ноги допустим различались руки ну руки в принципе и так нормально вот ноги можно это сделать чтобы они получше различались как это сделать очень просто мы заходим кликаем дважды по нашему персонажу попадаем внутрь символа и сейчас мы просто уменьшим яркость у левой ноги и у левой руки так выделяем ногу яркость ну так минус 50 то же самое здесь выделяем ногу яркость минус 50 можно даже еще сильно увеличить но уже сами поэкспериментируйте будете своих персонажей рисовать и так вот такой фокус нужно использовать и часто используют ноги чтобы как бы ноги различались так и ну и то же самое с с левой рукой так и так 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 ворачиваемся на монтажных кадрах у нас сцену иначе говоря Ctrl Enter ну вот теперь вообще все отлично смотрится ноги очень хорошо различаются и вот кстати то что я как бы смещал персонажа в первом кадре спина касалась линия а потом вперед вперед не смещал поэтому у нас так вот персонаж как бы по волне вперед-назад дергается ну так вот смотрится совсем по-другому если сделать все на одном уровне то уже совсем другая походка будет это конечно такая незначительная деталь но все же она в какой-то мере меняет стиль походки уже сами проэкспериментируете сделаете на одной линии персонажа сделаете с двумя отходами то есть допустим до третьего отходит на четвертом подходит так попробуете по-разному увидеть что это будет стиль походки от этого будет меняться на этом этот видео урок я завершаю в следующем сделаем я покажу как рисовать тоже сложный цикл ходьбы но он еще сложнее так как у него он уже состоит ну полный цикл состоит из двадцати ног из двадцати положений но мы рисуем соответственно 10 положений вот там уже очень плавно тут если мы тестируем мы все же видим как бы такая ну такая резкая походка там уже будет совсем плавно персонаж двигаться вот ну все на этом этот урок я завершаю увидимся в следующем